Уважаемые сопредседатели, президиум и аудитория, большое спасибо за приглашение, принятие участия в обсуждении этого вопроса. Кроме наших специалистов, конечно, очень важно, что у нас присутствуют представители отделов визуализации ведущих европейских университетов, сотрудники отделов профессора Бакса и Ланчелотти, наши дорогие гости, профессора Дельгада и Тульхеру. Моя задача будет рассмотреть некоторые положения и тенденции, которые появились после этих симпозиумов и поделиться некоторыми положениями. В последние годы отмечен значительный прогресс в понимании воспалительных процессов сердца, что ведет к пересмотру ценности диагностических и лечебных мероприятий. Инфекционные воспаления мышц сердца, миокардит, мембранного мешка окружающего сердца, перикардит и внутренние оболочки являются классическими воспалительными болезнями. В более широком понимании это сейчас рассматривается повреждение сердца при мультигенном атеросклерозе, сердечной недостаточности, ряде кардиомиопатий, саркоидозе, аутоиммунных заболеваниях, токсическом окружении. И все это ряд специфических клеточных и молекулярных ответов, которые лучше всего могут быть описаны в совокупности как воспалительные процессы или заболевания. Миокардит – клинический синдром, характеризующийся воспалением миоцитов, инфекционной, токсической и аутоиммунной этиологии. Текущие вирусные инфекции, деструкция миокарда и неблагоприятное ремоделирование ведут к стойкой дисфункции левого желудочка и дедиляционной кардиомиопатии. По современным представлениям миокардит – воспалительное заболевание сердечной мышцы диагностируется при эндокардо-миокардиальной биопсии по гистологическим, иммунологическим и иммуногистохимическим критериям. Одно из самых интересных положений в этом вопросе – это, наконец-то, появление клинических признаков, которые основываются на биопсийно доказанном миокардите. До сих пор было всё наоборот. Мы сначала наблюдали клиническую картину, а потом уже при удаче или неудаче смотрели, какая кистологическая картина. А теперь уже можно анализировать, какая клиника сопровождается какой кистологией. Вот в том числе описан острый коронароподобный синдром, сердечная недостаточность без ишемической болезни и известной сердечной недостаточности, и опасное для жизни состояние без ишемической болезни сердца и известных причин. Современная персонализированная медицина таким образом ведёт к дешифровке имеющейся клинической картины, но пока она ещё подвластна только нескольким крупным центрам, которые могут осуществлять биоксию эндомиокарда и определять наличие вирусов, воспаления и иммунных сдвигов. И поэтому вот последние два года по этим алгоритмам и работали ведущие центры, что повлекло за само изменение и в клинических лечебных подходах. Итак, по взглядам на сегодняшний день, миокардит остаётся гиподиагностируемой сердечной болезнью в результате многих инфекционных, иммунных и токсических причин. Заболевшие могут выздороветь, умереть или у них разовьётся диляционная КМБ. Эти логические диагнозы основываются только на эндомиокардиальной биопсии. Хотя имеются достижения в диагностике, понимании механизмов лечения, стандартное лечение до сих пор ограничивается научно обоснованной терапией сердечной недостаточности. Модулирующая иммуносупрессивная терапия эффективна только при хронической вирус-негативной воспалительной КМП. Иммуносупрессивная терапия полезна для острого гигантоклеточного миокардита и саркоидоза и для больных с острым гигантоклеточным миокардитом, ассоциированным с аутоиммунными заболеваниями. Существует доказательство, что противовирусная терапия и противомикробные средства могут оказать благоприятные лечебные действия, но необходимы, конечно, рандомизированные клинические исследования, чтобы определить их роль в лечении. Что нового? Что после кардиологических исследований следует знать кардиологам и терапевтам? Прежде всего, утвердилось в лечении колхицин всегда с ацисалициловой кислотой или нестероидными противовоспалительными средствами, применение иммуносупрессантов при рефрактерном пикардите. Конечно, о чем сегодня говорили наши специалисты, высока роль комплексной визуализации, новые некоторые возможности подчас довольно скромной терапии, но и по-прежнему подкреплена решающая роль ограничения физической нагрузки. Вы, может быть, заметили, что у нас материалы могут идти по схеме тестирования, которыми вы все подвергаетесь для определения подготовки, и в целом врачи Европы и Соединенных Штатов. И, конечно, мы своей работой поможем вам успешно сдать эти тесты, привлекая ко вниманию на особо частые вопросы и какие это имеет следствия. Итак, алгоритм лечения острого и возвратного перикардита. Существуют терапии первой, второй, третьей и четвертой линии. Диагноз основывается на тех же самых важных клинических критериях – боль, перикардиальное трение, кардиограмма и перикардиальный выпад. При терапии первой линии – это аспирин, нестероидные противовоспалительные средства, плюс калхицин с ограничением нагрузки. Если этого недостаточно, низкодозовые глюкокортикостероиды. При возвратном перикардите – дополнение в виде иммуноглобулина или анакинры, или какого-то иммуносупрессанта. Если эффекта нет, то перикардоктомия. Я хотел, ваше внимание, привлечь к некоторым новым тенденциям. После, вот перед вами значимые европейские исследования перикардита, мы тоже исследовали в последние годы несколько сот больных и отметили некоторые новые тенденции. Что это? Учащение туберкулезных форм перикардита – это больше характерно для больших пространств нашей страны. Ну и появление новых ядрогенных форм после сердечно-сосудистых вмешательств, например, ЧКВ, установка пейсмейкеров, катетерная радиочастотная абляция и трансплантация сердца. Раньше этих причин никогда у перикардитов не было, поэтому вы должны быть готовы. Все-таки 3% от больных – это значит то, что это будут видеть все врачи, которые курируют эту тематику. Дальше, возможно, вы уже обратили внимание на смену парадигмы в изучении сердечной недостаточности. Кардиологи задают вопрос, воспаление – это что, причина или следствие сердечной недостаточности? Вот работы уже, которые появляются после конгрессов, которые привели к новым рекомендациям. Оказывается, воспаление и сердечная недостаточность взаимно запускают друг друга. Воспаление вызывает апоптос, кардиомиоцитов, гипертрофию, жесткость, дифференцировку миофибробластов, выработку коллагена, эндотелиальную дисфункцию, последующее ремоделирование и дисфункцию левого желудочка. Появился новый вид эндокардита. Эндокардит после транскатетерной имплантации артального клапана у геронтов. Это требует особого внимания, потому что иммунологическое старение может ухудшать его клиническое течение. Выявлено, что митохондриальная дисфункция мононуклеаров является основной причиной цитопатической гипоксии при септическом шоке. Системное прогрессирование эндокардитов в септический шок добавляет к локальной инфекции клапанов проблемы септического шока. Резюме. Не только при септическом шоке, но также при кардиогенном шоке и эндокардите вредная роль воспалительных медиаторов становится все более очевидной, в то время как концепции эффективного противовоспалительного лечения до сих пор отсутствуют. По эндокардиту. Перед вами последнее определение, что эндокардит – инфекционный синдром поражения тканей клапанов сердца и эндотелия различными возбудителями. Хотя чаще всего в патологический процесс вовлекаются клапаны, он может также проявляться эндотериитом, развиваться на поверхности инородных тел самого разного размера. Мы провели специальное исследование, чтобы получить представление о том, как изменяется, развивается эндокардит у нас в России. Ясно, что эндокардит изменил характер в последние десятилетия в России. Это исследование было проведено для определения возможной эволюции болезни в одном медицинском центре в географической середине – это Новосибирск. Мы сравнили эти данные с нашей базой. У нас около тысячи больных набрано. Все случаи соответствовали критериям Дюка. Клиническое исследование по сравнению с некоторыми другими базами включало 350 инъекционных наркоманов на современных наркотиках, такие как героин, гидроморфон, дезаморфин и ацетилфентанил в последние несколько лет. Продолжительность наркомании колебалась от трех месяцев до десяти лет. До десяти лет, конечно, это в прошлом. Сейчас болезнь не идет больше нескольких месяцев. Привязанность, зависимость наступает после первой инъекции. Химические инъекционные наркотики, так же, как и синтетические средства, меняются практически каждый месяц. И поэтому следить за ними становится непросто. Итак, выявлено изменение черт этого развивающегося заболевания. Увеличение возраста больных, доли первичного эндокардита, заболеваемости среди стационарных больных, инфаркта миокарда, более высокая частота многоклапанного вовлечения, естественно, меньше стало постревматического эндокардита, меньшая частота классических клинических черт, лихорадки, спленомегалии, утолщение концевых фаланг, атеросклеротических сердечных заболеваний проляпса, и появились новые гетерогенные формы протезного клапана, на исправленных клапанах врожденных сердечных пороках, постоянно увеличивалась доля больных с хирургической коррекцией эндокардита, ну и, конечно, более низкая госпитальная смертность. Периферические признаки, те, которые становятся реже перед вами, на которых раньше базировался классический диагноз, появились новые пирсинг, татуировка, вторичный и инфекционный эндокардит у больных с ревматической болезнью сердца уменьшился с 60 до 30% в последней серии. Изменения характеризовались расширением количества теологических агентов, уменьшением доли стриптококков, более высокой заболеваемостью стафилококками, энтерококками, грамотрицательными грибами, смешанными агентами. Улучшенные микробиологические тесты выявили новых возбудителей, таких как коринобактериум, группа гацик и патогенные грибы. К новым формам постоянно относятся и наркоманы, внутрисердечные и внутрисосудистые устройства, больные на диализе, больные с иммуносупрессантами и с антифосфолипидными антителами. Инфекционный эндокардит с неполной классической картиной чаще наблюдается у людей среднего возраста, не меньше, чем у 30%. Правильные диагнозы ранние при первом контакте, как и 50 лет назад, ставятся только у 30-35% случаев. Экономические силы, мы отметили, приводят к более ранней выписке больных. Поэтому к части больных приходится нам снова возвращаться. Эрадикация эстафилококков, ванкомицином, дапсомицином, тагициклином или цепторолином получена у 85%, инфекционным эндокардитом с заменой клапанов сердца у 70%. Это больной с хроническим заболеванием почек на диализе, плюс присоединился инфекционный эндокардит. Это галерея больных внутривенных наркоманов. Итак, заключение. Современный инфекционный эндокардит – серьезная системная инфекция с первичной вовлеченностью эндокардита, связанной с бактериемией, клапанной деструкцией, болеей, тромбо-геморрагическими, монокомплексными нарушениями внутренних органов и систем. Инфекционный эндокардит – постоянно развивающаяся болезнь, изменяющаяся с хронобиологической эволюцией континуума макро- и микроорганизмов, иммунитета окружающей среды и общества. Инфекционный эндокардит внутривенных наркоманов является новой проблемой на пути незаконного трафика наркотиков из Афганистана в Европу через нашу страну. Инфекционный эндокардит нуждается в эпидемиологическом мониторинге из-за постоянно меняющихся микробиологических и клинических профилей. На вопрос, какая сейчас классическая картина, есть только один ответ – нет больше классической клинической картины. Частота классического эндокардита молодых людей с ревматическими клапанами очень сильно уменьшилась. Инфекционный эндокардит встречается сейчас у пожилых с коморбидностью, медиабетом, болезнью почек, раком. Появился на искусственных клапанах и сердечных устройствах – это обычное явление. Больше 50% не знают о заболевании клапана до диагноза. И сейчас преобладает острый эндокардит. Результаты при инфекционном эндокардите, который был на фоне оксикокодона, диаморфина, миперидина, дезаморфина в Новосибирске, показывают, что это грозное заболевание, для которого нужна быстрая реакция ввиду полиорганности, поражение не только трехстворчатого клапана, но и комбинации, сочетание со всеми вирусными гепатитами, ВИЧ и инфекциями, передающимися половым путем. Здесь необходима интенсификация химиотерапии, которой мы занимаемся с заменой клапанов сердца. Химиотерапия сегодня в этих условиях может несколько отличаться от гайдлайнов, потому что боимся, конечно, не успеть. Поэтому сразу же начинается все с борьбой с метицелин-резистентными стефилококками, ванкочувствительными, если добавляется ванкомицин, рифампицин. Рекомендации гентомицина в нашей стране не действуют, учитывая то, что в течение нескольких десятков лет гентомицин применялся очень часто по поводу и без повода. И если нам нужен какой-то дополнительный антибиотик, мы выбираем против грамма отрицательного спектра какой-то иной, например, амикоцин, но не гентомицин, которому чувствительность приближается к 50%. Смертность, да, ну и появились, учащаются патогенные грибы, для которых необходим флуконозол из замещения клапана, а иногда самый последний, каспопупунгин. Смертность сейчас такая, при выписке 25%, через 6 месяцев 35%. Химическая эрадикация у 85% была возможна. Новые добавления помогают продержаться дальше. Это тайгициклин, цепторолин и каспопупунгин от грибов. Но нужно, конечно, признаться, что, видимо, Пастер был прав, что микробы в конце концов победят, потому что они приспосабливаются очень быстро, и у медицины, и у фармацевтической индустрии опускаются руки, они не могут так быстро синтезировать новые антибиотики, с какой скоростью приспосабливаются микробы. Итак, вы знаете, что эти проблемы обсуждаются не только на наших коррелогических конгрессах, но и на специальных симпозиумах, которые проходят раз в два года, по последние два были в Рио и в Дублине. И мнение такое, что если касаться глобальных черт, это эволюция клинической картины, появление новых антибиотикорезистентных микробов, появление новых форм нозокамиальных болезней, выживаемость улучшилась, изменилась роль профилактики. А что касается России, также изменение клинической картины, но главный фактор риска, который очень препятствует нашим хорошим исходам, это внутривенное применение наркотиков. Поэтому остается высокая смертность и плохой прогноз. Что говорит 2015 года европейское руководство? Вы уже слышали основные положения. Итак, это новые алгоритмы очень полезной диагностики, мультимодальная визуализация, роль эндокардиальной команды, акцент на 3И. Ранний диагноз, от первого буквы ИЭЛИ, ранний диагноз, ранняя терапия и ранняя хирургия. Если вы, конечно, будете заполнять тесты, то, конечно, вы должны помнить, как я слышал вчера, говорил наш сопредседатель форума, очень важно ориентироваться, что являются, какие черты самыми главными в диагностике и терапии. Тогда вы будете сразу в тестах угадывать, что от вас требуется. Если это будет диагностика, то, безусловно, вы не обойдетесь без ссылок на позитронно-эмиссионную томограмму, и вы должны будете этот лучший способ функциональной диагностики вылавливать во всех тестах и высоко это отмечать. Если же будут обсуждаться вопросы лечения, то, конечно, это эндокардитная команда, что больных с осложненным эндокардитом следует лечить на ранней стадии в специальном центре специальной опытной эндокардитной командой, состоящей из разных специалистов. Уже это доказано, проверено в Европе, в Соединенных Штатах и у нас, что когда в достойном месте, достойными людьми сразу ведутся и оперируются люди, то результаты минимум в два раза лучше. Поэтому это все подтверждено, и нужно это, конечно, использовать. Ну, и теперь давайте, вот, как всегда, существуют для специалистов некоторые ограничения, какие могут быть, и о чем уже сейчас говорят. Пока нет научно обоснованных данных, поддерживающих проведение ранней клапанной хирургии для всех больных эндокардитом. То есть, раз это так все полезно, как мы слушаем уже лет 15-20, почему бы сразу клапаны всем не убирать хирургическим путем? Но, однако, научно обоснованной, такой концепции, показывающей преимущества, нет. Особенно это касается стафилококкового эндокардита искусственного клапана, касается это грибкового эндокардита и ситуации с высоким эмболическим риском. Если бывает, да, когда это все-таки возможно, очень ранняя хирургия в течение двух дней после диагноза, как единственная возможность помощи при тяжелой гематинамике, когда больной уходит, снижается частота эмболизма, но это связано с таким операцией с высоким риском рецидива или апротезирования. Показания к ранней клапанной хирургии для предупреждения эмболизма должно, в принципе, обсуждаться у любого больного эндокардитом на первый день лечения, потому что антибиотики подействовать не успеют. Ведение больного следует, конечно, проводить много дисциплинарной командой. Вот это важные дополнения последнего года. Ну и существуют вот такие тесты, в которых на диагностику показывается, что лучшие тесты должны выявить позитронную томографию, а в лечении эндокардитную команду. Спасибо. Продолжение следует...